Байкал Притягательная точка для туристов со всего мира Самое глубокое на планете, очень разнообразное и невероятно красивое озеро Особый интерес Байкал представляет зимой благодаря прозрачному ровному льду И достаточно развитой туристической инфраструктуре Но и летом не стоит оставлять это место без внимания Тем более, что большое количество доступных мест позволяет насладиться прелестями Байкала сполна Большая байкальская тропа, несколько обустроенных пеших маршрутов на побережье Байкала Который прокладывает общественная экологическая организация с одноименным названием С 2003 года команда построила 500 километров экотроп Добровольцы делают такие маршруты безопасными Например, сооружают опорные стенки или ступени Они ставят на тропах информационные стенды, оборудуют стоянки для туристов и места для костра Сейчас путешественники могут ходить по 11 маршрутам в разных частях Байкальского региона Но, когда туристы говорят прогуляться по ББТ Обычно они имеют в виду путь по тропе от поселка Листвянка до Больших Котов Или еще дальше на север, до Большого Голоустного Часть побережья, по которому пролегает тропа от Листвянки до Большого Голоустного Относится к Прибайкальскому национальному парку Особо охраняемой природной территории Для его посещения нужно оформить разрешение на сайте, либо прийти в офис Летом работники нацпарка организуют еще передвижные вагончики Где можно оформить разрешение Один такой регулярно ставит в начале тропы в Листвянке А другой на выходе из Большого Голоустного в нескольких километрах от поселка Начинается тропа в Листвянке, небольшом поселке и самом доступном месте, чтобы увидеть Байкал С Иркутском поселок связан автомобильной трассой И дорога туда занимает около часа С самого начала тропа постепенно поднимается наверх По всему маршруту расставлены указатели и стенды, на которые стоит ориентироваться, чтобы не сбиться с пути Примерно за три следующих километра нужно преодолеть перевал Это место не слишком приятное Крутой затяжной подъем с тяжелым рюкзаком за спиной дается нелегко, особенно в жаркий день Спасает то, что тропа сама пролегает через густой лес, где можно спрятаться от палящего солнца Лесную подстилку закрывает высокий папоротник и густая зеленая трава А в воздухе стоит насыщенный аромат хвойных деревьев После перевала начинается постепенный спуск по Сяпатину до Пади Емельяниха Затем туристы выходят на берег озера Там есть оборудованное место для пикника со столом и лавочками Можно остановиться на привал, а в протекающей рядом речке пополнить запасы воды Дальше по тропе будут и другие хорошие места для стоянок Но не везде есть спуск к озеру При большом везении можно увидеть плещущихся в воде нерп Существует и другой маршрут по осыпным скалам вдоль самого берега Но ходить там крайне не рекомендуется, слишком опасно На этом участке регулярно происходят несчастные случаи Ведь если сказать нельзя, то обязательно найдется кто-то смелый, чтобы все проверить на личном опыте Ну зачем ты, зачем ты туда полез? Тебе что делать нечего? После Емельянихи тропа идет поодаль от озера А потом приводит к крутым обрывистым берегам Байкала Там туристы любуются великолепными пейзажами С высоких скал отчетливо видно, насколько прозрачная вода в озере Даже с большого расстояния можно разглядеть грунт на дне и ныряющих птиц Цвет воды меняется так же быстро, как настроение человека Все зависит от погоды и времени суток Субтитры создавал DimaTorzok Байкал все время разный и всегда по-своему очаровывающий В ясную погоду на другом берегу видны пики горного хребта Хамар-Дабан Когда туман застилает озеро, создается впечатление, что противоположного берега вовсе нет В этой части маршрута нужно быть осторожным Дорога покрыта сыпучим сухим грунтом, на котором легко поскользнуться и получить травму Так что на прогулку стоит надеть закрытую обувь с хорошей подошвой Субтитры создавал DimaTorzok Примерно за 3 километра до поселка Большие Коты Тропа спускается на Галечный пляж Там путешественники перебираются через речку по деревянному мостику И выходят в Черную Пать Где мы и останавливаемся на первую ночевку Отсюда тропа расширяется до грунтовой дороги, которая приводит в поселок Субтитры создавал DimaTorzok Большие Коты Маленький уютный поселок Надежно спрятанный среди скал и падий В этом месте больше всего привлекают уединенность, тишина и аутентичность Поселок основали в 19 веке как деревню золотоискателей В ней каторжники и вольно наемные рабочие добывали золото из золотоносных песков В 1970-х годах прииск закрыли Название поселка не имеет никакого отношения к кошкам В слове «коты» ударение ставят на первый слог Есть мнение, что котами называли обувь, которую изготавливали для каторжников От больших котов до мыса «Скрипер» тропа идет вдоль берега В одном из мест перед табличкой «Опасная тропа» Стоит спуститься по ступенькам, построенным волонтерами на каменный пляж И пройти 1-2 километра Затем можно подняться опять на берег В паде Сенной тропа с серпантином поднимается на мыс «Скрипер» С которого открывается прекрасный вид на Байкал и живописные берега Утес отличают нестандартные формы выветривания для земель Байкала А также необычность горных пород, из которых соткан мыс Всесторонне нависают стены из камня, поделенные глубокими и узкими ущельями А также выступают каскадами скалы, высятся островями гребни гор Начиная с Сенной Пади, тропинка устремляется крутым витком в горы Подъем по которому довольно утомителен В 1772 году утес звали Чаичьим Топоним «Скрипер» скорее связан с золотым прииском речной долины Большой Сенной XIX века Правый борт Пади сплошь усыпан обломками, переработанными искателями золота, песка и галечника На вершине нас настигает сильнейший ливень Несколько минут сидим под деревом, но в итоге и там начинаем промокать Поэтому собрав волю в кулак, выходим под дождем в путь Через осиновый лес тропа спускается по распадку к Байкалу Где стоит сразу спуститься к берегу Есть и тропа поверху, но она частично осыпалась Спуски с нее к берегу крутые и сыпучие Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пока идем, дождь постепенно стихает и погода потихоньку налаживается А мы выходим на мыс Соболев Этот мыс, путешествующий по озеру Байкал, видит издалека Его зубчатые края резко выделяются на фоне пологого западного побережья озера Мыс был назван в честь охотника Соболева Который имел зимовье в этих местах Хребет мыса – это крайне опасный узкий проход Ходят легенды, что как-то на узкой площадке Соболев встретил медведя Никто из них не собирался уступить дорогу Ко всему тропа была столь узкой, что разойтись вдвоем было практически невозможно Стояли долго, но наступил момент, когда зверь больше не мог переносить пристального человеческого взгляда Он попытался повернуть назад и соскользнул с обрыва на лежащие в полосе прибоя острые камни После этого проход по хребту местные жители нарекли «чертовым мостом» Практически все путешественники, впервые встретившись с этим уникальным образованием Описывают свои впечатления довольно похожими словами Комплекс, удивляющий и завораживающий своей дикой красотой Невольно ахнешь при виде чередующихся уступами вертикальных скальных стен Верхняя часть которых, изрытая многочисленными пещерами и нишами, напомнит древний пещерный город Чертов мост, вырубленный в чающем утесе, это искусственная выемка в скальном массиве, скатывающаяся в Байкал с 30-метровой высоты Когда-то этой вырубленной полки не было, и переход был невероятно опасен Дело в том, что раньше тропа на мысе проходила по узкому каменному выступу В одном месте выступ прерывался вертикальной трещиной И для прохода был сооружен мостик из жердей, переброшенный через эту щель над многометровым отвесным обрывом Его и назвали «Чертов» Название закрепилось и потому, что идти по шатающимся бревнышкам над бездной было крайне дискомфортно Но в настоящее время тропа, опоясывающая утес, расширена и относительно безопасна, особенно летом При прохождении через Чертов мост, страха у путешественников уже нет Более того, они стараются здесь задержаться, чтобы полюбоваться открывающимися красотами Продолжаем свое путешествие по Большой Байкальской тропе И на ночевку встаем за пару километров до мыса Большой Кадильный Найдя симпатичную стоянку около берега Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После «Чающего утеса» тропа идет вдоль берега до пади Большой Кадильный Где расположен кордон Прибайкальского национального парка Утром с озера идет густой туман И деревья невероятно красиво проявляются через белое молоко, растекающееся по берегу На мысе расположен кордон Прибайкальского национального парка, где постоянно проживает егерь и его помощник Здесь же расположены турбазы Прибайкальского национального парка с несколькими гостевыми домами, столовой и баней Сам мыс довольно плоский и сформирован на носами реки Большой Кадильный Уникальное явление здешних мест – поля высокогорных эдельвейсов Название Кадильный связано с известняковым карьером, где раньше жгли известь Остатки этих разработок и печей можно видеть и сегодня за домом егеря От кордона грунтовая дорога ведет впасть Малая Кадильная, где можно посетить пещеру-часовню Для посещения пещеры необходимо пройти по отчетливой тропе в распадок Через некоторое время с левой стороны распадка начинается подъем к пещере Внутрь можно попасть через низкий и постепенно сужающийся вход По дороге к пещере вы можете увидеть ярко-оранжевые цветы азиатской купальницы Белые байкальской ветреницы, синие горячавки и даже местные разновидности эдельвейса Многие растения занесены в Красную книгу, а их сбор на территории парка запрещен На Малом Кадильном мысу нас снова настигает дождь Так что мы на небольшой площадке ставим палатку и пережидаем непогоду Впервые мне удается снять молнию на видео, теперь остается только запечатлеть ее на фото Дальше существует две дороги, но по верхней лучше не идти Тропа частично обрушилась Лучше спуститься на каменный пляж Здесь через 700 метров будет деревянная лестница, забравшись по которой можно выйти на нормальную тропу В нашем случае лестница оказалась несколько сломана, но выбраться на склон все же получилось Дальше тропа ведет вдоль берега, иногда спускаясь к Байкалу За несколько километров до Большого Галаусного останавливаемся на последнюю ночевку Вечером практически полная луна создает серебряную дорожку на воде А мы сидим и любуемся этой красотой От места ночевки тропа постоянно идет то вверх, то вниз, иногда открывая симпатичные виды на озеро По пути встречаем туристические группы, направляющиеся в Листвянку А наше путешествие постепенно подходит к концу Выбираемся к большому кемпингу в начале тропы, где большое количество стоянок, а местами организованы настилы Последние несколько километров до поселка Большое Галаусное нужно пройти по грунтовой дороге Вокруг уже сплошная цивилизация, очень много туристов на машинах и вся магия похода улетучивается Большое Галаусное – это небольшой поселок с населением 600 человек Место туристическое, но менее популярное и доступное, чем Листвянка Поселок расположен на западном берегу реки Галаусной Ее дельта заболочена и не покрыта лесом, возможно, поэтому река и получила такое название Поселок основали в конце 17 века, его история связана с водным торговым путем между Россией и Китаем Для кораблей построили специальный причал, возле которого со временем возвели поселок Маршрут от Больших Котов до Большого Галаусного можно пробежать и за один день Но мы никуда не спешили, шли в комфортном темпе, в итоге справились за 3,5 дня Во время похода мне казалось, что путь местами однообразен, все время по склонам вдоль озер Но с путя несколько месяцев остались исключительно положительные эмоции И я очень рад, что получилось вместе с мамой пройти этот замечательный путь Ты заходи, если что Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...